Металлические фермы, опоры под них, то, что нужно, чтобы построить промышленный цех или торговый центр. Предприятие «Стройтехника» производит металлоконструкции аж с 1975 года. Сотрудники трудятся, производство идёт, но можно ли улучшить то, что и так хорошо работает? Зайдите в любой петрозаводский ТЦ. Фермы и балки для него, скорее всего, произведены здесь. Но металлоконструкции – не единственный продукт «Стройтехники». Завод занимается в настоящее время изготовлением металлоконструкции, металлоизделий, развита сильно мехобработка на предприятии. Выпускаем и гидротехнические сооружения. Сфера наша очень большая. Роман признаётся, ассортимент продукции постоянно растёт, в отличие от объёмов. Чтобы увеличить выработку предприятия без расширения штата сотрудников и дополнительных мощностей, завод уже два месяца участвует в национальном проекте «Производительность труда». Федеральный эксперт Центра компетенций будет диагностировать работу предприятия, выявлять узкие места в цепочке производства, замедляющие работу всей линии, и предлагать пути решения. «Буквально два месяца назад здесь было более двух тонн металла. Деловые отходы, запасы, которые уже не востребованы, металлолом, убрали лишние запасы и разработали вместе с предприятиями систему хранения и идентификации необходимой заготовки. Тем самым, в общем-то, увеличили производительность участка в разы сразу же, за два месяца». Задача проекта – внедрить принцип бережливого производства. Беречь будут буквально каждое движение рабочего. Если оно лишнее, от него следует избавиться, рационализируя рабочие процессы. Дирекция завода планирует вовлечь в оптимизацию своих сотрудников. Именно им зачастую понятнее всего, как улучшить и упростить свой труд. Само слово «оптимизация» по своей природе внушает тревогу любому служащему. Однако она не всегда связана с увольнениями. «В процессе 5С и бережливого производства нет понятия о сокращении. Есть понимание о том, что человек не должен делать ненужную работу, а должен только делать ту работу, которая приносит ценность. Поэтому время, которое у него в результате этих мероприятий высвобождается, мы направляем на другие участки». О конкретных результатах можно будет говорить после шести месяцев участия. На такой срок предприятие вступает в проект. Он нацелен на быстрый эффект от внедрения принципа бережливого производства. «На сегодняшний день уже порядка 12 предприятий республики изъявили активное желание по включению в национальный проект. Мы уже заключили соответствующие соглашения». Принять участие в проекте могут предприятия обрабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, а также организации строительства, транспорта и торговли. Главный критерий – выручка свыше 400 миллионов рублей в год.